Всем привет, друзья! Я дома, я в кофте тёплой. В квартире очень тепло, светит солнце, включена батарея, но меня почему-то знают, поэтому я сегодня буду вещать в кофте у себя дома. Чем мы с вами сегодня займёмся? Наконец-таки, друзья мои, пришло время убрать ёлку. Начнём со звезды, да, друзья мои? Макушка наклонилась, потому что шатала. Смотрите, вода стоит, наблюдаю за водой, толчки не ощущаю, выспались с Марусяй, но толчки продолжаются, и 4, и 5 колебания, но в Мерсине на 12 этаже я не чувствовала, друзья мои. Азан, друзья мои. Азан. Ой, как трещат окна. Ой, как трещат окна. Ой, как трещат окна. Азан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень много подписчиков, друзья мои. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. Я с дочкой Марусей переехали из Эстонии в солнечную Турцию на ПМЖ. Во всяком случае мы этого хотим. В Энже нам дали на два года. Квартиру мы купили. Я потихонечку вас с собой знакомлю, потому что вы новенькие на моём канале. Спасибо за комментарии и поддержки. Спасибо. Вы очень добрые. Друзья мои. Я не гражданка России. Я родилась в Советском Союзе в городе Мурманске. В три года я уже из этого города уехала в другой город, тоже, который находился в Советском Союзе. В 7 лет я переехала в Эстонию. В 16 лет я паспорт получила в Украине. Я гражданка Украины. Всю жизнь прожила в Эстонии. Сейчас я живу в Турции, друзья мои. Поэтому, пожалуйста, не приглашайте меня жить в Россию. И не зовите меня обратно в Эстонию. Я не приеду. Буду приезжать только в гости. Здесь мой дом, друзья мои. Здесь мой дом. Санелька помощница. Друзья мои, что-то я погорячилась с размером коробки. Купила такую высокую. Ну, наверное, на будущее. Вот игрушки. Эта ёлочка стояла на парте у Маруси. Щелкунчик. Вот так вот огоньки. Звезду упаковала в коробочку. Ну, вот все игрушки. Бог даст. Из Талина привезу. Таллинские игрушки. У меня очень красивые игрушки. Ну, такая вот ёлочка у нас. Беленькая. Сейчас мы её упакуем в эту коробку и положим в базу под кровать. Маруся пришла, помогает мне. Ну, вот одну часть положили. Теперь эту. Я думаю, куда? Веркушку. Да. Вот так вот. Так, друзья мои. Видите, какая маленькая коробочка? Ну, как-то мы её купили. А теперь подставку, Маруся. Надо как-то продумать. Подставку сбоку, может быть, куда-то засунь. Может быть, туда, где верхушка, да. Короче, сейчас будем пытаться закрыть. Вот так вот получилось. Сейчас Маруся посмотрит, есть ли у неё скотч. Но у неё только учебный, ученический скотч. Шанельочка-помощница. Пошла играть. Ох, так вот играет с игрушечкой. С игрушечкой. Моя бусинка. Да, ёлочка. Друзья мои, посмотрите, какое пустое место. Прямо грусть-печаль. Грусть-печаль. Вот так вот, друзья, вот таким вот скотчем мы в коробочку. Потом куплю уже толстый скотч ещё. Вот тут вот тоже надо будет в конце. Ну вот, друзья, видите, как удобно иметь такую базу. Вообще супер. Ёлку поставлю. Вот так вот. Ой, здесь надо будет повесить ещё Маруся на медали. В гимнастике. Сейчас ещё коробку с игрушками поставлю. Гляньте. Убираю даже рождественский подсвечник. Всё, друзья мои. Светланы Балиной больше нету подсвечника. Надо будет пойти купить. А этот будем пожирать на следующий год. Главное, чтобы игрушечки. Но я думаю, что они не подарят. Теперь. Видите, как здорово, да, друзья мои? Всё помещается. Это я купила коробку. Очень удобная. Ещё она пустая. Купила в метро. Сюда можно тоже всё складывать. Но видите, у меня даже ненужных вещей пока нет. Мне, как говорится, не нажили, друзья мои. Не нажили. Здесь у меня круги плавательные, маска для плавания. Ну, это на лето. А потом у меня пакетик купальники, шляпы. Вот. И вот так вот раз. И... Класс! Не было силы, желания готовить. Вот сейчас размораживаю куриный фарш. Размораживаю головы, рыбы, форельки. На супчик сварю себе суп. Марусе сделаю котлетки куриные. Сейчас пойдём в магазин прогуляемся с Шанелькой. Идём в магазин, друзья. Едем на лифте. Ну вот, друзья, ещё пришли счета. Это Нески. Это счета за воду. И каждый ищет свой счёт. Я не ищу. Я жду смс-ку на телефон. На улице плюс 11 градусов, друзья мои. Ветрено, но солнечно. Огромное спасибо всем, кто переживает за мои ноги. За добрые слова поддержки. Друзья мои, пью зеродол. Это лекарство мне ещё привёз мой папа. Якобы помогает от суставов. Ну, просто обезболивающие не помогали. А именно вот зеродол помогает. Так что потихонечку хожу. Уже гораздо лучше, друзья мои. Идём в сторону Зератбанка, друзья мои. Смотрите. Красота. В феврале месяце. На улице спокойно. Зашли в такое кафе. Маруся хочет домой купить смит свежий. Здесь его и выпекают. Прямо на улице университетской такое кафе. Здесь и на улице такие столики. Людей нет в кафе, друзья мои. Вот так называется это кафе. Вот семит. Три семита. Кто не знает, как выглядит семит, друзья мои, это вот такая вот булочка-рогалик. Такая вот булочка-рогалик. Она очень вкусная. Друзья, смотрите, какой красивый дом на университетской. Такие круглые, да? Балконы закруглённые. Ну, пойдёмте прогуляемся. Это мы денежки наличные сняли, чтобы наличка была у нас в кошельке. Прогуляемся вниз. Ну, настроение так себе, друзья мои. Конечно, мысли всякие в голове. Сегодня утром мне пришло оповещение. Маргу Лаванды перевела мне донат. Огромное-огромное спасибо за добрые слова поддержки. Дай Бог вам здоровья. Вам в сто крат вернётся. Спасибо. Мне очень приятно. А вот уличная еда. Мы очень часто кушали здесь, когда жили на съёмных апартаментах с Марусей. Собачка потерялась, что ли. Здесь рис и там туни, мясо куриное. Видите, мясо куриное есть в красном соусе, а есть просто там без соуса, по-моему. Мироба. Мироба. Раньше это стоило 30 метров. Сейчас не знаю. Здесь стоят вот такие вот столики. Люди обычно кушают. А вот тут уже идёт ладжу строительства. Вам так и не повечено. Неизвестно, что здесь будет. А мы идём дальше. Вот такие вот рекламки висят, что продаётся в магазине, друзья мои. Это магазин BIM. Такие же рекламки на магазине шок. Видите, перебой с хлебом, друзья мои. Не в каждом магазине есть хлеб. Хлеб подорожал уже, пять лет стоит. Булки пустые. Друзья, смотрите, что я обнаружила. Это, скорее всего, дружжи, да? Знатоки, напишите мне, пожалуйста. Я просто готовлю пиццу вкусную. И мне нужно в тесто дрожжи. Буду знать, что в BIM есть. Если это они, конечно же. Иришка, кажется, вот это сливки. 35%. Так что это 18%. Видите, потихонечку, потихонечку я знакомлюсь с продуктами турецкими. Всё будет у нас хорошо с Марусечкой. Всё будет хорошо. Маруся, иди сюда. Иди сюда, пожалуйста. Смотри. Ты обычный сыр кладёшь в семит. А посмотри, тут специально его намазывают. Может, такой хочешь попробовать сыр в семит? Попробуем, да? Есть ещё вот такой вот, Марусь, смотри. Тоже, но он маленький такой вот кусочек. Берёшь и нарезаешь. Надо тебе взять, попробовать. Семит купила, надо и сыр взять. Скоро мы с вами пойдём за большой закупкой продуктов. Потому что у меня осталось только чупра в холодильнике и куриный фарш, друзья мои. Но сегодня я, может быть, возьму пачку крылышек. Может быть. Хотя я же котлеты буду делать. Потом мы уже с вами придём с нашей помощницей. На колёсиках. И будем закупаться. Здесь готовы, видите, всякие пирожки. А здесь даже есть овощи в заморозке. А вот эта картошка фри Марусе очень нравится. И сегодня она по скидке, кстати. Марусик, берём. Идём на кассу. Вот что мы взяли. Маруся чипсы. Я взяла маргарин бутербродный. Идём в другой магазин ещё. Такая вот девочка моя. Мы зашли в шок, друзья мои. Я взяла картошку. Картошка по 7,95. Ну, потому что буду и суп парить. Смотрите, здесь только остатки булки. Ну, мы возьмём в частном магазине около нашего дома. Там такая же цена. 5 лир. Так. Что здесь? Ну, здесь. Там мы уже с вами придём в другой день с помощницей. Я уже повторюсь. Потом всё будем закупать на месяц, как я обычно это делаю. А сейчас мне нужна просто колбаска на завтраке. Вот так по мелочи. Просто дома сидеть не хочется. Вышли прогуляться с Шанелечкой. Ну, и заодно и вам показать, что в магазинах. Вот моя колбаска. Я, кстати, попробовала новую колбасу. Новую колбаску попробовала. Вот эту сегодня кушала на завтрак. Нет, не эту, друзья мои. И не эту. Какую я кушала. Вот так вот. Наверное, её и нет. В хинди там было написано. Вот, друзья, вот эту я попробовала. Очень вкусная колбаска. И стоит 9 лир. Хинди. А Маруся в шоке любит покупать вот такие вот сладости. Такие вот батончики. Сладкие. Они сколько стоят, Маруся здесь? По 2 и по 5 лир. Видите, какие цены? По 2 лиры, по 5 лир. Вот эта мука очень хорошего качества. Если кто любит печь. Вот эта мука. Мы сейчас в шок-магазине находимся. В шок. Смотрите, мы вчера здесь покупали памперси. Всё. Так что пустые полки. Люди, видно, покупают и помогают. Какие молодцы. Вот здесь вот, друзья мои, видите всякие сладости. Вот по таким ценам. Если евро стоит 20 лет, да? То есть, такие вот цены. Это получается по 20 центов. Да это 30 центов, да? Такой тексик. 30 центов. Маруся, не хочешь только готовый тексик? Зайду в А101. Маруся ждёт на улице. А надо молоко. Надо молоко. И, знаете, мне нравятся очень рафаэлки такие. Наподобие рафаэлок. Смотрите, лука здесь тоже, остатки. Так, сейчас покажу вам, что за рафаэлки. Во 101 я беру молоко. 3% за 20 лир. А в соке оно стоит 23 лиры. Ещё возьму вот такую вот колбаску. Тоже мне понравилось. Вот около кассы вот такие вот наподобие рафаэлки. Ну, по вкусу они как рафаэлки. Только цена, посмотрите. Сейчас она стоит 22,90, а было 20 лет. Такой турецкий вариант. Ну, очень вкусные. Это, получается, евро 10 стоит в переводе. Такая пачка конфеток. Стоим в очереди. Подошли мы к Димару. Посмотрите, флотника. 34 лиры за килограмм. Шикарная, друзья мои, шикарная ягода. Ммм, запах обалденный. Но Маруся не хочет. Вот она апельсины с удовольствием ест. Апельсины по 17,50. Возьму парочку. И помидоры взяла, друзья мои. Огурчики у меня есть. Сегодня у меня будет вариться рыбный суп. Все никак я не сварю борься. Потому что, посмотрите, какие кочаны. Смотрите, какие кочаны моя рука. Моя рука. Посмотрите, какой огромный. Ну, куда мне такой кочан капусты, друзья мои? Как три моих головы. Буду ждать, когда будет маленький кочанчик. Или хотя бы, когда начнут продавать пополам. Прогулялись по магазинам. Время быстро пролетело. Сейчас приду домой, начну готовить, друзья мои. Около нашего дома. Около ситая вот наша дома. Вот такой вот магазинчик. Здесь свежий хлеб. Мы всегда покупаем. Вот, друзья, смотрите, сколько много машин. Дай бог, чтобы все было хорошо теперь. На парковку возвращаются машины на нашу парковку, друзья мои. Люди возвращаются к жизни, как говорится. А вот видите, за забором сады. Вот сады. Видите, забор. Так что эти дикие кабаны к нам на территорию не попадут. Спасибо за беспокойство. Здесь везде забор высокий. Шанельчка, ну все, пойдем домой. Опс. Переключаемся, друзья. Мы уже дома. И я начинаю готовить суп. Суб, смотрите, что у меня было заморожено. Помните, я покупала форельку, да? Головы замораживала. Хвостики замораживала. Вот такие вот. А остальную рыбку я солила. Так что сейчас это все промываю. В кастрюльку луковичку, рыбку, картошечку, рисик, морковочку. И будет у меня вкусный суп рыбный. Вот так вот поставила на газ. Морковочку кубиками. Прогулялись по магазинам с Марусей. Вроде даже я согрелась. Уже переоделась в футболку. Блин, так пусто. Ёлки нет, друзья мои. И вода стоит, наблюдаю. Пока все спокойно. Спасибо, кто с нами. Спасибо, кто сочувствует, переживает людям. Друзья мои. Вот смотрите, вот такое у нас приложение. Вот так вот оно называется. И вот мы здесь следим за толчками. Так что, видите, толчки маленькие. До трех, ну, три с половиной. Вот это во сколько было? В 15.52. Сейчас 16.19, друзья мои. Так что, спасибо, кто с нами, кто переживает. Мы на стрёме, как говорится. Если будут 6 баллов, мы выскочим из квартиры. Марусечка заказала себе еду. Это у нас, видите, лежит рюкзак, плед. Марусечка, покажи, что ты заказала. У меня будет супчик, а Маруся хочет на агентсе. Из какого ты кафе заказала? Как называть? Из Бургер Кинга. Сейчас, друзья мои, покажу вам. Сколько ты заплатила? Восемьдесят две леры. Друзья мои, это 4 евро. 4 евро, там кола, там картошка и наггенсы. Приятного аппетита, Маруся. Маруся полюбила картошку именно с Бургер Кинга. Фри картошку. Потому что в Макдональдсе она не такая вкусная. От супчика такой аромат стоит. По квартире варится рыбный суп. Я параллельно пылесошу. Завтра у меня будет стирка. Короче, шуршу по квартире. Сегодня четверг. По четвергам у меня прямые эфиры, друзья. Но так как в стране траур, развлекательного контента пока не будет. Спасибо огромное всем за понимание. Для новеньких на моем канале, мой канал о реальной жизни, о переезде моей и моей дочери Маруси. Добро пожаловать в канал. Оставайтесь с нами, если вам интересно. Ну все, друзья мои, супчик мой готов. Буду кушать. Я не могу передать вам словами этот аромат, друзья мои. Там у меня и картошечка, и рисик. Запах обалденный. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Сегодня я разговаривала со своими уже друзьями, моими подписчиками. С Леночкой, с Гулей. Это мама Фриды. С Наташей. Все они сегодня ходили, оказывали помощь гуманитарную. Такие молодцы. Я думаю, в Турции нету ни одной семьи, которая бы прошла мимо этого несчастья, этого горя. Очень добрые люди в Турции. Очень. Очень много погибших, друзья мои. Но и очень много достают из-под завалов. Такие молодцы люди, волонтеры. Дай бог им здоровья. Дай бог им здоровья. Работают просто постоянно. Постоянно работают. Сейчас прикреплю видео. Спасибо огромное Наташе и Валере, что присылают мне видео для моего канала. Поддерживают мой контент. Я думаю, что моим зрителям интересно, как оказывают помощь в Мерсине. Ну вот. Еще сюда приехали в Мерсину. Взяли одеялки. Взяли всякие там шапки. Рядом здесь с этим... Короче, соли-центр. Там рядом на углу магазин. Где можно недорогие всякие там трусы, тапки, всякую мелочку пить. Я говорю, за прокладку. Там война прям везде. Сейчас еще в один поедем на этот пункт. Может, в другой. Поехали. Короче, сейчас провезем второй раз. И нам надо все это перебрасывать в обратно. В магазин, в общем, война за прокладки вообще идет. Так, здесь у нас палпетки, шампуни, прокладки. Две тапки, носки. Так, шапки, тапки и носки. А здесь штаны. А, вот еще шапки. Шапки. А здесь штаны. Хорошо, здесь все надо разделять. Ладно, мужская, женская детка. Все, бывает. Да, здесь хороший магазин возле соли-центр. Небольшие цены. Вещем купили там всего на тысячу лир. Вот мы все привезли сюда. Все отлично, все хорошо. Носки теплые. А у него там перчатки, шапки. Там же здесь все просто. Все, поехали. Ага, все, давай. Ну, что, у нас последний заход. Отнесли вот эти там одеяла детское. А сейчас купили молоко сухое, которое там от нуля до шести месяцев. Ботинки какие-то, короче, опять по новой прокладке. Чай. Не знаю, что. Вам уже пятый лишь заход. Сейчас все здесь обойдем. Это уже наше. Совсем-совсем рядом с нами. Вот, и все. Вот поедут отсюда в Кахрамонмараш. Так что, такие дела. Поставляем. Ну, памперсы. Сюда, да? Памперсы куда? Отсюда, да? Да, да. Спасибо вам, Ольга. Спасибо. Может, чай у вас тут? Да. Да? А вот пойдемте чай пить. Только камера, естественно. Друзья, да. У меня нужна почитация делать трючку, как оказалось. Трестань. Сейчас чай попьем и дальше пойдем. А мы вот сюда все привезли. И нас, ребятки, чаем гостили с печеньками. Вот какая тут красота. Рядом здание там принимают все. Ну, а здесь вообще класс. Сейчас покоим чай, поедем дальше. Вот такие дела. Все хорошо устроено. Все нормально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...